МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Информационная программа Республика в студии Галины Титарчук. Сегодня в выпуске. Эскроу-счета. Республика готовится к переходу на новую систему работы при долевом строительстве. Самые обаятельные и привлекательные стали известны результаты конкурса «Женщина-лидер» и «Восславим женщину». Блины на подходе. Началась масленичная неделя. С 1 июля всероссийские застройщики переходят на систему использования счетов Эскроу при долевом строительстве многоквартирных домов. Эскроу-счет – это специальный условный счет, на который будут зачисляться средства дольщиков. Строители смогут их получить лишь после передачи квартир, которые будут строить за счет банковских кредитов или собственных средств. Таким образом, участники долевого строительства будут застрахованы от ситуации, когда застройщик, забрав деньги, не выполнит своих обязательств. О готовности к переходу на Эскроу-счета говорили на еженедельном совещании главы Чувашии и правительства республики. Законом определено, что данная норма касается всех объектов, не внесенных в эксплуатацию, по которым договор долевого строительства уже заключен или будет заключен до 1 июля 2019 года и далее. Исключением многоквартирные дома со степенью готовности не менее 30% и количеством заключенных договоров долевого участия не менее 10%. Анализ оперативных данных показал, что уже с учетом вышеуказанных критериев по старым правилам возможен ввод в эксплуатацию 75 многоквартирных жилых домов, по которым заключено 5 821 договоров долевого участия 35 застройщиками. Степень готовности данных домов составляет от 30% и выше, доля заключенных договоров долевого участия от 48%. В России сегодня 62 банка, имеющих право на открытие счетов и скроу. В Чувашии представлены 11. Два банка уже начали работу по проектному финансированию через эту систему. Из застройщиков работают 3 компании и около 20 подали заявки. Необходимо вести разъяснительную работу, отметил глава Чувашии, чтобы остальные активнее включались в процесс. Банки со своей стороны готовы к работе с использованием скроу-счетов. Буквально завтра назначено большое рабочее совещание, где все стороны смогут обсудить непонятные или проблемные вопросы и начать работать так, как того требует законодательство. Зашел разговор о ситуации в Маргаушском районе, когда жительнице выселок 1 мая приходилось самостоятельно преодолевать большие расстояния, чтобы отвезти детей в детский сад в село Юнга. По правилам, детей дошкольного возраста запрещено подвозить к детскому саду в школьном автобусе, хотя он там ходит. Михаил Игнатьев заметил, что в таких случаях нужно оперативно искать пути решения. Процедура изменения законодательства, она долгая. То, что мы сейчас в федеральный закон хотим внести изменения в детей, чтобы можно было перевозить. Но нельзя проявлять бесчеловечность по отношению к детям, к родителям. В качестве выхода из положения в Юнгенском детском саду открыли группу круглосуточного пребывания с 4 марта. На совещании обсудили и прозвучавшую на коллегии МВД России информацию о якобы необоснованном завышении тарифов на услуги по утилизации отходов. Михаил Игнатьев поручил республиканским властям совместно с правоохранительными органами скрупулезно проверить все и в случае подтверждения фактов ущерба, причиненного бюджету, принять меры к взысканию средств и наказанию виновных должностных лиц. Молодые профессионалы. В Чебоксарах завершился региональный этап чемпионата рабочих профессий WorldSkills Russia. О том, как прошел и кто победил, расскажет Юлия Важенина. Три дня эти юноши и девушки демонстрировали свое мастерство и доказывали свою компетенцию. И вот наступил день Х закрытия чемпионата. Конкурсные дни позади, а это значит, что участникам остается лишь ждать оглашения итогов на торжественной церемонии. 40 компетенций для студентов и 11 для школьников. С каждым годом чемпионат набирает обороты. На этот раз соревновались в мастерстве более 300 участников из 12 регионов нашей страны. Качество подготовки студентов в учреждениях среднего профессионального образования растет. И то, что количество компетенций становится больше, позволяет, наверное, удовлетворить те запросы наших уважаемых работодателей, которые рассчитывают на высококолитетные кадры, которые готовят систему среднего профессионального образования. Павел Павлов в чемпионате участвует впервые. И для него первый блин оказался никомом. Паша победил в своей номинации. Я считаю, что нужно участвовать для того, чтобы, во-первых, посмотреть свои результаты, на что ты готов, чтобы, получается, зарекомендовать какую-то репутацию уже сделать, чтобы потом легче было найти работу. Эльвира Ильина тоже настойчиво шла к своей победе. В прошлом году в компетенции малярной и декоративной работы девушка стала четвертой. Учла свои ошибки, сделала выводы, и на этот раз она стала лучшей. Я не ожидала, что я в этом году займу первое место. Но, как бы, соперники были очень стильными. Я так сказала бы, очень мне нравится эта работа, если честно. Это мне прям по душе. Теперь всех призеров ждет следующий этап отборочной соревнования. За ними национальный чемпионат. И уже по его итогам сформируется национальная сборная, которая и будет представлять нашу страну в Казани на мировом чемпионате профессионального мастерства по стандартам WorldSkills. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика. Жители Чебоксар выбрали, какие общественные пространства благоустроить по программе формирования комфортной городской среды в этом и следующем годах. На портале «Открытый город» завершилось голосование. Своим мнением высказали две тысячи горожан. ТОП выглядит так. Территория рядом с храмом Рождества Христова, Московская набережная, сквер на площади Республики и Дориспарк. На благоустройство этих общественных пространств потратят 170 миллионов рублей, из которых 156 миллионов федеральные средства. К примеру, вот так будет выглядеть сквер на площади Республики. Новые пешеходные дорожки и столбы освещения. У горожан появится возможность зарядить свой гаджет и бесплатно посидеть в интернете. А это уже территория рядом с храмом Рождества Христова. Проектом предусмотрена замена тротуарного покрытия на брусчаты, размещение площадок отдыха, разбивка цветников и газонов, посадка древесных кустарников и растительности, корректировка существующих тротуаров с установкой бортовых камней, восстановление существующего тротуарного покрытия, установка малых архитектурных форм, реконструкция системы освещения. По всем проектам готовится аукционная документация. Наша задача своевременно провести конкурсные процедуры, как договорили сейчас до 1 апреля, определить подрядчика, ну и качественно выполнить благоустройство территорий, выигравших в рейтингу голосования. Наша задача сделать это до празднования 550-летия и открыть эти площадки в рамках нашего праздника. Татьяна Леонтьева, Дмитрий Ковалев, Валерий Резюков, Республика. Это на себя обязательство. Министерство Чуваши подвело итоги 11-й межрегиональной отраслевой выставки «Картофель-2019». Сегодня это единственная отраслевая выставка в индустрии картофелеводства в России. Участниками выставки, которая проходила в Чебоксарах 28 февраля 1 марта, стали около 90 компаний из 21 региона России и Республики Беларусь. На выставке презентовали более 100 сортов картофеля отечественной и зарубежной селекции. В деловой программе участвовали более 500 человек из 37 регионов России. В рамках программы состоялась дегустация блюда из картофеля, прошли научно-практическая конференция и круглые столы. Всего за время работы выставки реализовано 54 тонны семенного картофеля. Представители Федерального Первого канала снова приехали в Чувашию. Чтобы обсудить возможность проведения благотворительной акции «Стань первым», ориентировочно выбрано 1 июня, День защиты детей. Сегодня состоялось первое заседание рабочей группы. В заседании приняли участие советник генерального директора Первого канала Александр Ильин, генеральный директор Борис Хлуднев и директор департамента продвижения канала Ольга Трубенко. Журналисты Первого проводят благотворительные акции в поддержку детства регулярно. Уже состояло 17 мероприятий. Акции, как правило, включают большие концерты, конкурсы, соревнования, посещение детских больниц, реабилитационных центров и садиков, встречи с многодетными семьями, с одаренными детьми. Мероприятия акции обычно освещаются в новостных выпусках и телепередачах Первого канала, а также в эфирах цифрового телесемейства. Все представители Первого канала, артисты, телеведущие, спортсмены участвуют в этом мероприятии бескорыстно, не получая гонорара. В Чебоксарах открыли мемориальную доску Леониду Остапову, участнику Великой Отечественной войны, государственному и общественному деятелю. Дом 15 на проспекте Ленина. Здесь жил Леонид Игнатьевич. С 1959 по 1979 годы он работал в Чувашской АССР на различных руководящих должностях. За трудовую доблесть его наградили орденом Ленина, тремя орденами Трудового Красного Знамени. Именно под руководством Леонида Игнатьевича началась индустриализация сельского хозяйства Чувашия. В республике открывались крупные животноводческие комплексы, птицефабрики, тепличный комбинат, другие объекты. Началась масштабная работа по мелиорации земель. Он курировал сельское хозяйство и практически, будучи первым заместителем представителей министров, занимался и другими отраслями народного хозяйства нашей республики. Именно в те годы республика достигла очень высокие показатели по всем показателям развития агропромышленного комплекса. Когда он уже работал с 59 по 79 год на должности, на разных должностях, в основном первый заместитель представителя Совета Министров того периода, он был награжден орденом Ленина и тремя орденами Трудового Красного Знамени. Конечно, человек выдающийся. Ну, вот определенное количество времени, конечно, ему предлагали тоже уехать на повышение в Москву, но он остался на Чувашской земле. Как будем отмечать, предстоящие 550-летия столицы Чувашии обсудили на заседании Организационного комитета праздника и Общественного совета города. О самых интересных моментах Ольга Пырочкина. Мы выходим на финишную прямую по юбилейным датам 550-летию города Чебоксары. Сегодня вот в таком большом составе впервые собирается Организационный комитет. День города Чебоксары отмечают с 1984 года и он успел обрасти традициями. Их планируют соблюсти и в юбилей. В воскресенье, самый главный день этого года, мы начнем, конечно, с нашей традиции с утренней зарядки со звездой. Поздравить чебоксарцев планируют прилететь и верные друзья города пилотажная группа «Стрижи». Традиционно соберет тысячи горожан и гостей столицы Творческий бульвар. Завершится праздник на Красной площади театрализованным представлением, выступлением артистов, мультимедийным шоу и ярким фейерверком. Впрочем, масштаб праздника должен соответствовать дате, отметил глава города Евгений Кадышев. Надо пойти во дворы, будут проводиться вот эти всякие тематические выставки, будут проводиться всякие такие небольшие какие-то конкурсы, будут проводиться маленькие или организовываться маленькие или большие эстрадные площадки. Вот именно, чтобы каждый житель почувствовал, что он сопричастен к этому празднику, чтобы праздник гремел не только на центральной улице, но и проходил в каждом доме. Чтобы решить, как организовать праздник для каждого горожанина, Оргкомитет собрался вместе с Общественным Советом Чебоксар, руководителями предприятий, которые готовы помочь, предложить идеи и просто знают и любят город. Я была первым жителем Новоюжного района. Два дома стояли. Канайское шоссе дом 8, Хузангая дом 10. Больше ничего не было. Я была первым жителем Северо-Западного района. Это было всего два дома. Гузовского 36 и Гузовского 38. Вот такова моя жизнь прошла в этом городе своим любимым. Просил бы, чтобы мы не забывали про деловую программу, потому что очень большое количество занятых в Чувашской республике сосредоточенных именно в городе Чебоксары работает на наших предприятиях в сфере малого бизнеса. И здесь нельзя забывать о том, что День города это историческое событие, а дальше нам с вами всем жить в этом городе. И каждый житель города Чебоксары должен понимать, какое будущее у него. Форкомитет услышал идеи по благоустройству исторической составляющей праздника о вовлечении в торжества как можно большего количества детей. Концепция 550-летия перейдет в следующий год, год столетия образования Чувашской автономии, отметил руководитель администрации главы Чувашской республики Юрий Васильев. Из того, что останется не только в памяти горожан. В память о 550-летии мы разрабатываем медаль и вручим 550 самым активным гражданам города. Это останется навсегда. Это будет символ нашего праздника. Обаятельные, заботливые и успешные. В республике чествуют представительницы прекрасной половины. В эти выходные объявили имена финалистов регионального конкурса «Женщина-лидер». А в Ночебоксарске прошел ежегодный фестиваль активисток женского движения. Обо всем подробнее Дмитрий Ковалев. Они ведут за собой, ставят амбициозные цели и добиваются успехов. Руководители сельхозпредприятий, заводов и школ, главные врачи, начальники отделов администрации. Прекрасной половине любое дело по плечу. В этом году за победу в республиканском этапе конкурса «Женщина-лидер» боролись более 30 дам. Глава региона отметил, что выбрать лучших было непросто. Наград достойны все участницы. «Прошли определенный ответственный такой путь, имея свои таланты, внутреннее вдохновение, занимаясь творчеством. Женщина, с одной стороны, когда имеет предприимчивые предпринимательские жилки, должна быть на самом деле лидером». Любое дело спорится, когда его продвигает семья. Татьяна Орюхина вместе с супругом руководит магазином в городе Шумерля. Бизнес-вуман одержала победу в одной из номинаций. Почему семейная? Когда-то начинала мама этот магазин, в свое время пришла в 18 лет. Ну и потом я все это продолжаем с одним этим магазином. Лучшим молодым лидером стала заведующая детским садом родничок Алена Семенова. За председателем кооператива «Герой» Галины Ивановой победа в номинации «Сельская женщина-предприниматель». Руководителем года признали директора 18-го лицея Наталью Бахмисову. Я создала коллектив, который начиная с 2014 года входит в топ 500 лучших образовательных учреждений Российской Федерации. Мы регулярно занимаем призовые места на заключительном этапе Всероссийской Олимпиады школьников. Лучше нас единый государственный экзамен наверное никто не сдает. Когда они вместе и целого мира мало. Но очбоксарские клубы и советы женщин сейчас объединяют более 500 человек. Каждый год прекрасные дамы встречаются на городском фестивале. Фестиваль «Вославим женщину» проходит вот уже десятый год подряд. Его участницы подготовили концертную программу и выставку поделок от местных мастериц. Такие встречи для членов женсоветов и клубов города становятся поводом себя показать и у других поучиться. Мы собираемся в школе на все праздники и также приносим свои блюда кто во что гораст. Ну также свои изделия по рукоделю кроме кулинарных блюд. У нас вообще коллектив очень дружный. Мне как учитель технологии иногда приходят спрашивают как это связать как это шить потому что у некоторых учителей дети учатся у нас в школе я у них их учу шить вязать. Мы занимаемся очень интересным делом мы печем хлеб как-то попалась в мои руки закваска и я поделилась членами коллектива на мое удивление начали печь хлеб и молодые наши учителя работники и в общем-то пожилые хлеб на закваске делаем разный хлеб. Не только мастерицы но и кулинары со стажем члены женского клуба возрождения специально к фестивалю испекли необычные пироги. Здесь русский дух здесь Русью пахнет вот вот она избушка на курьих ножках вот баба яга тут мы соорудили вот тут и кот под цепи ходит фантазии у всех глава республики отметил что в союзе женщин Новочебоксарска реализуют эффективные проекты задача активиста клубов и советов воспитания молодежи на основе семейных ценностей гражданские инициативы в правительстве региона стимулируют на ваших примерах остальные тоже становятся неравнодушными ради чего ради того чтобы у нас в обществе процветал мир и согласие всегда же говорили значит это душа Богу сердце женщины долг отечеству честь никому всегда делайте добрые дела с чистыми помыслами лучшим из лучших вручили госнаграды благодарности и часов от главы региона были удостоены учителя и воспитатели города Дмитрий Ковалев Алина Сусметова Татьяна Раевская Павел Иритков Игорь Зверев и Юрий Марков Республика в Чуваксарах определили победителя регионального этапа всероссийского конкурса словом и жестом в использовании специальных операционных систем Айос и Андро для незрячих в библиотеке имени Льва Толстого соревновались 13 человек Математические действия с крупными цифрами логические задания вопросы по истории России и даже результаты матчей чемпионата мира по футболу все это вспоминали и вычисляли участники конкурса словом и жестом для того чтобы выполнить такие задания нужно в совершенстве владеть программой для незрячих в сотовом телефоне участники конкурса отвечали на вопросы пользуясь интернетом творческий конкурс слабовидящих и незрячих пользователей сенсорных устройств в этом году проходят в 24 регионах России конкурс который называется словом и жестом проходит в рамках проекта универсальный мобильный помощник который реализует Нижегородская область Центр реабилитации слепых Нижегородской области Камерата во время конкурса в зале достаточно тихо потому что многие слушают задания через наушники участники сосредоточены и кажется немного волнуются задания действительно очень интересные и не только для незрячих и слабовидящих последнее шестое задание например пройти по указанной ссылке там звучит песня позвони мне позвони а кому и как звонить догадались не все участники порядок чисел друг за другом каждое задание давало двухзначное число в результате получался номер телефона тот кто первый дозвонился соответственно является победителем победитель все же определился у руководителя проекта телефон зазвенел прямо во время интервью алло поздравляю вас с первым местом ждем второе ждем третье место любовь к технике а главное умение правильно ее использовать не подвели Рагибу Эфиндиеву она первая догадалась что нужно делать с цифрами впрочем у нее уже богатый опыт участия в подобных конкурсах задания когда были сладные в прошлом году или в этом году в этом году они были какие-то муторные в этом году они были ужасно какие-то я еще думал какой праздник что за 70-я широта потом думаю господи есть же интернет можно интернете посмотреть да я сейчас все будет и так я смотрю думаю ах это было так легко я могла бы уже пораньше а потом думаю ну песню прислали ну позвони а что делать с этой песней скачать сохранить ну если надо слушать внимательно Николая Павлович я потом думаю ну у вас должны получиться цифры 3, 70 какие-то 12 так 0,2,26 это же Павлович Рогиба вышла в финал она примет участие во всероссийском конкурсе словом и жестом в Нижнем Новгороде в апреле началась масленичная неделя масленица старинный русский народный праздник это прощание с зимой и торжественная встреча красавицы весны по традиции масленичная неделя заканчивается в воскресенье фееричным сжиганием чучела каждый день этого праздника уникален наполнен глубоким смыслом в Чебоксарах в течение всей недели на 30 городских площадках будут проходить концертно-развлекательные программы конкурсы дегустации Чебоксарцев масленичное гуляние запланировано на 30 площадках горожане увидят костюмированные шоу фольклорные представления и интерактивные мероприятия более 100 мероприятий в том числе и спектакли и концерты пройдут на фестиваль Чебоксарской масленицы сказочные спектакли можно будет посмотреть в Чувашском театре кукол в русском драматическом театре мастер-классы художественные выставки пройдут в Чувашском национальном музее культурно-выставочном центре Радуга самые масштабные мероприятия пройдут в парке культуры и отдыха Лакреевский лес детском парке имени Николаева этнокомплексе Амазония так в Лакреевском парке будут угощать баранками и пиццей с чаем в детском парке имени Николаева развернется блинная карусель гостей будут угощать блинами с разнообразными начинками оладьями одним из самых массовых конкурсов станет конкурс по поеданию блинов а самое большое чучело сожгут в воскресенье 10 марта в Амазонии это все новости на сегодня впереди вас ждет полезная информация я с вами прощаюсь до встречи в эфире национального телевидения Чуваши в жилом районе Солнечный который расположился в новоюжном районе Чебоксар рядом с гипермаркетом Лента началось строительство нового жилого квартала Солнечный парк в скором времени здесь вырастет 16-этажный 4-подъездный дом собственной автономной котельной микрорайон расположен в очень живописном месте рядом с лесом в шаговой доступности находится автомобильная дорога в данный момент за мной происходит забивка свая позиции 24 это 4-подъездный панельный дом работа проводится без выходных дней преимущество панельного дома перед кирпичным в том, что дом собирается из панелей которые производятся на заводе может собираться в любое практически при любых погодных условиях дом будет сдан в третьем квартале 2020 года мы уверены, что дом сдадим вовремя для этого все предпосылки есть все дома в Солнечном выполнены из современных трехслойных панелей с применением звука и теплоизоляционных материалов еще одно немаловажное преимущество это то, что стены, потолки и пол здесь ровные и готовы под косметический ремонт если же есть желание купить квартиру с готовым ремонтом то группа компаний Удача и Сбербанк предоставляют такую возможность стоимость ремонта войдет в сумму ипотеки и увеличится незначительно с открытием этого нового проекта микро-солнечный объемы продаж компаний сильно-сильно увеличились это видно и по объему ввода жилья за 2018 год это видим мы по тому сколько клиентов выбирает квартиры именно в Солнечном поэтому все позиции группы компании Удача аккредитованы в Сбербанке мы выдаем ипотеку без поручителей и оформляем ее очень-очень быстро быстрота оформления обусловлена и ценами на квартиры в Солнечном минимальный первоначальный взнос составляет 180 тысяч рублей или можно внести материнский капитал сейчас у нас старт продаж вот уже как две недели можно купить квартиру в жилом квартале Солнечный парк от 1 миллиона 198 тысяч рублей а двухкомнатную квартиру можно купить себе за миллион 864 тысяч рублей это тоже очень выгодно низкие цены на квартиры это только часть преимуществ уже летом 2019 года в микрорайоне заработает детский сад на 110 мест и начнется строительство еще одного на 250 в Солнечном будет и своя современная общеобразовательная школа где смогут обучаться 1100 ребят в августе 2019 года закончится строительство четырехполосной автодороги которая соединит Солнечный с проспектом тракторостроителей по которой в последующем будет запущен общественный транспорт оценить преимущества городской и загородной жизни в Солнечном смогли уже 3000 человек в микрорайоне введены в эксплуатацию девять домов там здесь очень нравится мы здесь живем уже полтора года здесь нравится нам природа рядом лес мы постоянно гуляем там и зимой и летом зимой можно на лыжах кататься нам каток построила застройщик там на коньках мы катаемся тоже горку построили вообще вот здесь чистый воздух экологичность доступная цена при высоком качестве строительства и просторное расположение домов с видом на лес делают район Солнечный одним из самых привлекательных в Чувашии по номеру 41 0000 вы можете получить консультацию каждый день без выходных с 8 до 21 00 и записаться на экскурсию цены действительны до конца марта 2019 года северная гигантность а а а Редактор субтитров А.Семкин